Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Друзья, на выходных кто-то мне рассказал о том, что что-то там затмение какое-то случилось, в общем луна или солнце вышли в какую-то благоприятную фазу. И все это должно сулить нам хороший финансовый рост. Но, друзья, мы очень сильно падали последние недели и казалось бы, что все, дно достигнуто, дна мы коснулись. А нет, друзья, опять сегодня понедельник, ужасный черный понедельник, опять колоссальный обвал на российских биржах. Что происходит, непонятно. Давайте сегодня пытаться разобраться, где это дно и вообще есть ли оно и когда это падение закончится. В этом видео, как обычно, разберем самые интересные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, покопаемся в моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокера открытия. У меня два счета в Тинькофф, один в ВТБ и криптокошелек на Binance. Ну и в завершении, как обычно, поразмышляем, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное. Погнали. Друзья, ну, как вы видите по голосу, я, в общем-то, бодрюсь и стараюсь вас бодрить, но, конечно, ситуация гнетущая. Сегодня просто жесткая совершенно картина, причем в начале дня я смотрел, в первой половине рынки открылись плюсом, таким достаточно хорошим. Думаю, ну вот, наконец-то ретроградный Меркурий нас покинул. Нет, потом что-то случилось, явно негативное, что развернуло все кардинально. Я пытался понять, что же это было. Ну вот, первое, что мне приходит в голову, появились новости, что в России обнаружили первый случай заражения Omicron штаммом. Всего коронавирус выявлен у 10 пассажиров, которые прибыли в Россию из ЮАР. В настоящее время специалисты определяют его штаммы. Как заявляют в Роспотребнадзоре, все граждане, которые возвращаются в Россию из ЮАР и сопредельных стран, тестируются на границе в момент прилета, осматриваются и размещаются в специально подготовленные обсерваторы. Ну, странно было думать, что до России этот штамм не доберется, и если рынки так отреагировали на эти новости, но это тоже как-то удивительно. Понятное дело, нам сейчас говорят, что штамм распространяется молниеносно, и у него куда более высокие темпы распространения, чем у дельта штамма. То, что он появится в России не сегодня, так завтра, ну, мне кажется, это было очевидно, там, даже не медикам. Другой вопрос, что вроде как пока есть мнение, что штамм менее опасен, менее смертоносен. Ни один человек еще, к счастью, не умер, который заражен этим новым штаммом, и поэтому, в общем, поводов для прям такой уже поголовной паники, я думаю, пока нет. Вторая новость, которая, ну, теоретически могла вот такой обвал спровоцировать, ЕС продлил санкции против россиян за нарушение прав человека. Санкционный режим действует с 7 декабря прошлого года. Санкции в рамках этого режима введены против 14 физических лиц и 4 юридических лиц, в том числе из России. Эта история связана с, в общем-то, уже подзабытой темой Алексея Навального. В список попали глава Следственного комитета Бастрыкин, генпрокурор Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказания Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Всего под санкции попали 14 человек и 4 организации, это не только российские, еще из Китая, Ливии, Южного Судана, Эритреи и КНДР. Компания крутая. В число нарушений прав человека, за которые можно попасть под ограничения Евросоюза, входит геноцид, применение пыток, использование рабского труда, внесудебные казни, незаконные аресты и прочее. Ну, опять же, друзья, мне кажется, история достаточно локальная и как-то вот прямо уж так серьезно потрясти российские рынки сегодня это не могло и не должно было. Ну и тема номер три, конечно, которая может влиять на настроение инвесторов по российским рисковым активам, это, естественно, напряженность геополитических отношений, возможный какой-то некий гипотетический конфликт с Украиной. Вот вчера беседовали Лавров и Блинкен, и вроде как Блинкен после этого ряд таких жестких сделал заявлений, я читал его интервью, и он сказал, что, в общем-то, мы дали понять Москве, что будем действовать решительно в случае эскалации. Ну и также вот готовится встреча, онлайн-встреча Путина и Байдена, президенты обсудят реализацию женевских договоренностей, ситуацию на Украине и продвижение НАТО на восток. Конференция произойдет завтра в 18.00 по Москве, ну и я не думаю, что это плохая новость, скорее это новость хорошая. Вот, друзья, и все, что мне приходит в голову, судите сами, что из этого могло так сильно сегодня обговнять, извините, ситуацию, но все-таки, думаю, дело в омикроне. Ладно, прочь политику, давайте к другим новостям, ближе к бирже. Так вот, основатель Яндекса согласился не продавать свои акции еще два года. Гендиректор компании продлил соглашение о блокировке своего пакета акций Яндекса класса B. Аркадий Волош и его семейный трасс не будут продавать или передавать эти бумаги до конца 2023 года. Сейчас у Воложа и его семьи более 30% миллиона акций класса B. По условиям нового соглашения они не будут их продавать до 31 декабря 2023 года. Это соглашение стало продлением предыдущего договора о блокировке, который был заключен в декабре 2019 года сроком на два года. Продление блокировки внесет ясность для рынка в отношении вопроса возможной продажи или передачи этого пакета акций и обеспечит непрерывность деятельности Яндекса в ближайшие годы, говорится в сообщении. Еще одна новость со знаком плюс, в первую очередь для Газпрома. В Германии сочли невозможным остановить Северный поток-2. Остановить его уже слишком поздно, так заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишенгер. По его мнению остановка проекта облегчила бы ситуацию для президента Джо Байдена, однако делать это сейчас уже бессмысленно. Конечно, мы не должны зависеть от американской внутренней политики, но мы должны обеспечить то, чтобы нашу политику в Америке по-прежнему правильно понимали и серьезно к ней относились, добавил он. Ну и вкратце напомню, с середины ноября сертификация трубопровода со стороны Германии приостановлена. Как указало федеральное сетевое агентство, оператор газопровода Nord Stream 2 для продолжения процедуры должен привести свою организационно-правовую форму в соответствии с законодательством Германии. Вот этим, видимо, они сейчас и занимаются. Еще одна новость. ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата при кражах со счетов. Компенсации будут зависеть от уровня противодействия мошенникам в банках. ЦБ разработал предложение по увеличению этого возврата. А сейчас это меньше 8% от украденного. Регулятор хочет ввести сумму возмещения и изменить порядок списания средств по мошенническим операциям. Что, собственно, предлагает ЦБ? Он планирует ввести упрощенный порядок возврата денег пострадавших от мошеннической операции. Например, вам кто-то звонит и говорит там, ваш сын попал в аварию, срочно переведите деньги туда-то, туда-то. Часто пожилые люди на эту удочку ведутся и переводят. Так вот, для возврата гражданин должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведенной операции. Точную методологию расчета суммы ЦБ пока не раскрывает. Отмечали, что она будет посчитана, исходя из целевого возврата денежных средств, в среднем 80-90% всех случаев социальной инженерии. Согласно исследованию группы Кинько, в 2020 году мошенники похитили у россиян в среднем почти 14 тысяч рублей за один раз. Ну и прислушайтесь, друзья, слышите где-то вдалеке джингл-белл, джингл-беллс. Да, звенят, звенят уже колокольчики. Так вот, скоро будем салатики стругать. И новость на эту тему. Оливье и селедочка под шубой за год подорожали на 15 и 25% соответственно. Алло, а где у нас инфляция 8%? Непонятно. Ингредиенты для оливье в 2021 году будут стоить в среднем 416 рублей. Ну, я так понимаю, это порция, видимо, или блюдо, не знаю, что это. Селедки под шубой 209 рублей. Основная причина роста стоимости продуктов – пандемия, которая повлияла на их себестоимость, отмечают эксперты. Ну, ничего уж, на это денежки мы точно найдем. Главное, чтобы на бирже все наладилось. Погнали на рынки. А, кстати, друзья, вот кто сейчас практически не парится, или даже если потери несет, то незначительно, это подписчики моего честного портфеля, моей готовой инвестиционной стратегии, потому что защитные инструменты сейчас прекрасно себя проявляют, и те, кто теряют деньги в акциях, я думаю, должны всерьез призадуматься, а стоит ли в акциях держать так много денежных средств, либо 100% своих сбережений, как, к сожалению, делают многие. Это, друзья, небезопасно, это осень, этот тезис замечательно подтверждает, поэтому кто готов правильно диверсифицировать свой портфель, пишите мне в Telegram, ссылочка в описании, в первом комментарии. Стоимость честного портфеля на декабрь – 500 рублей. Ну, вообще, тут достаточно любопытная картина. Смотрите, по индексу РТС – минус 2,16 на момент моей записи, по индексу Мосбиржи – минус 2,11. Но, если мы посмотрим на мировые индексы, то тут апокалипсиса-то нет как раз. Ну, Америка пока не открылась, котировки красные, но это еще пятница, друзья. Они обновятся после того, как я закончу видос. Но при этом, смотрите, британский Фуци – плюс 0,72, КЭК – плюс 0,89, немецкий ДАКС – плюс 0,58. То есть, в Европе-то все в порядке, а АСХ – австралийский плюс 0,05 в минусе японский Никей, в минусе Китай. Ну, то есть, происходящее сегодня в России – это наша именно локальная сегодня, видите, катастрофа. В мире-то картина, ну, в целом благоприятная. Ну, и что интересно, на товарных рынках тоже никакого там особого транзица-то нет. Золото – минус 0,25, 1778 за тройскую унцию, некоторые металлы в минус, некоторые в плюс. Но по бренд, например, сегодня рост, причем хороший, плюс 3%, 71,94 за баррель бренд. Рубль сегодня в замешательстве. Доллар сегодня растет на 0,01, евро проседает на 0,07, за доллар дают 73,92, за евро 83,47. О, по крипте прям очень жесткое падение. Минус 1,33 по биткоину и цена за монету 48,574 доллара. Ну, я думаю, даже это не сегодняшнего дня падение. Это, видимо, за выходные случилось. Я, друзья, не смотрел. Ну да, по российскому рынку сегодня очень удручающая картина. Global Trans плюс 3,2 – это лучшая акция в пятерке лидеров с небольшим плюсом, менее полпроцента. Транснефть, Ростелеком, Сургут и ММК. А вот падение приличное. Novotec минус 3,2, Sberbank минус 3,9, NLMK минус 5,5, VK минус 6,4. И худшая акция сегодня Тинькофф минус 7,7%. По всему российскому рынку сегодня лучшая бумага – это Media Holding плюс 18,75. Давайте сегодня кратенько на нее глянем. В лидерах Expeditors Washington плюс 7,37. И Kimberly Clark плюс 6,72. Это, как мы понимаем, американские акции. Также Тутенград, Lamp Western Holdings и Illumina. Ну, по российскому рынку сегодня позитива почти нет. Видите, даже в числе лучших американцев преимущественно. Media Holding за месяц около нуля, за год минус 19, за три года минус 33. Ну, для долгосрочного инвестора, я думаю, уже по вот этим цифрам все ясно. И, в принципе, по ходу дела толку от бумаги нет. Тикер акций ODVA. 11 копеек стоит 1 штука, сегодня плюс 1 копейка. Да, теханализ активно продавать. Скользящие средние 3,9, технические индикаторы 2,8. Вот график акций за год. И, в общем-то, все сказано. И вот, друзья, общий график компании. Ну, вот, видимо, на бирже она недавно. Насколько я понимаю, и тоже печально. Небольшая капитализация. Всего лишь 67 миллионов. Бета 0,54. Дивидендов по компании нет. Рентабельность просто кошмар. Цифр активов минус 189, инвестиций минус 735. Таких плохих цифр я, признаюсь, вообще ни разу не видел. Выручка 28 миллионов. И беда 5,87 миллиона. А вот чистая прибыль минус 24 миллиона. Но мы с вами все поняли. Так, давайте смотреть, что у меня. Печально, естественно. Минус 1,18. Минус 10 тысяч по портфелю в открытии. И в нем 856 тысяч. За неделю минус 2,39 и минус 20. За месяц уже почти минус 6 процентов. И минус 52 тысячи рублей. Да, друзья. Черная полоса продолжается. За три месяца улетаем в минус 385 и в минус 33,800. Фу, тяжело, тяжело. Но среди эмитентов в плюсе только одна единственная бумага. Это FXUS с акцией американских компаний. Поэтому фонду сегодня плюс 0,8. Погнали в Америку. Начинаем с ИС в брокере Тинькофф. Тут часть бумаг в плюсе, часть в минусе. Лучшая из лучших. Здесь яблоко плюс 1,11. За месяц по Apple плюс 8. Годовой результат плюс 33. Неплохо сегодня фонды работают. Плюс 0,5. 1,289. В портфеле 252 тысячи. За все время результат плюс 11,6. Плюс 26,300. Ну и вот заглянул я в портфель с криптой. Я сюда несколько дней не заходил. Действительно хорошее падение произошло. 2900 у меня сейчас в портфеле. За 30 дней убыток 15%. Ну сложно, друзья. Делаю вывод, что на крипте просто пассивно зарабатывать сложно. И если вы думаете, что грубо говоря сюда можно закинуть просто денежку, ее не трогать, сидеть несколько месяцев, ничего не делать. Она в 100 раз вырастет или там в 500 или в 1000. Такое возможно и происходит, но не всегда. Вот в принципе уже год, наверное, скоро будет, как я этим здесь занимаюсь. И супер прибыли я тут так и не увидел. Ну что, друзья, дно кто-то рассмотрел. Кто там глазастый? Я, если честно, не особо увидел. Есть ощущение, что это еще не конец. И худшее может быть дальше. Посмотрим, друзья. Давайте не будем унывать. Будем друг друга поддерживать. И все это преодолеем. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. Инвестирую вместе с вами. Хорошего вечера. До завтра. Пока-пока.